О проблемах в торговом центре «Лето» корреспондентом Политсибру сообщил помощник прокурора индустриального района. Представления об устранении нарушений уже выписаны, рассказал он. Возбуждено дело в отношении лица, отвечающего за пожарную безопасность. Впрочем, помощник прокурора оговорился, что время у владельцев «Лето» еще есть. Кстати, совладельцем этого торгового центра является предприниматель Евгений Ракшин. Кто крайний, получение справки в психоневрологическом диспансере «Бийска» может затянуться на 3 часа. А между тем, это самая справка, необходимая для получения или замены водительских прав, разрешения на владение оружием и в других случаях. В социальных сетях даже появился ролик о том, как жители Наукограда ждут своей очереди, пишет «Бийский рабочий». Оказывается, многие приходят в диспансер не первый день и в очереди стоят даже не к психиатру, а в кассу. Руководство наличия очереди объясняет внедрением новой электронной кассы, с которой кассиры еще не успели совладать. Кстати, мастер-класс для сотрудников психдиспансера готовы провести сотрудники наркологического, где очередей нет совсем. Полицейские краевой столицы отметили накануне 25-летие с момента образования УМВД по городу Барнаулу. Торжественное мероприятие, сообщает московский комсомолец на Алтае, состоялось накануне. Начальник краевой полиции Олег Тарубаров поздравил личный состав и подчеркнул, что барнаульский гарнизон вносит весомый вклад в дело обеспечения общественного порядка. Лучших сотрудников барнаульской полиции наградили за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. Татьяна Голубева, Наш Новости.